Всем еще раз здравствуйте, я прошу прощения, что такая ситуация у нас получилась. Дело в том, что восьмой канал слишком редко используется, и там оказывается стоял дилей 5-минутный. А у нас по обязательствам 5 минут дилей, который мы, как правило, оставим из программы. Соответственно, 10 минут задержки, но это совсем никуда не годится. Я сейчас ее убрал, стрим перезапустил, и сейчас поток пойдет без задержки в OBS, но с задержкой 5-минутной, конечно, на Twitch. Пока так, потому что по-другому я это быстро пофиксить не смогу. Комментирую для вас Морталис, NIP против Гоблин Лекс, еще раз пройдемся по драфтам. Баддон, Шадоу Шаман, Мирана, Нога Сирена и Брюмастер достаются NIP. Гоблин Лекс сыграют с Никсом, Разором, Джекира, Спик Тру или Шрака. Они также добрали последними двумя пиками. И вы знаете, пик Гоблин Лекс очень симпатичный получился. У них безумно сильный лейт, у них хороший мидгейм за счет Разора, за счет вот этой связки саппортов, да и Лишрак тоже в мидгейме. Совсем не слабый товарищ. Что же касается пика их соперников, то здесь некоторые вопросы, все-таки, согласитесь, возникают. Потому что... Эта Нога Сирена, она, конечно, неплохой кэрри, вопросов к ней нет, как к герою. Но вот сильнее ли она Спектра? Это уже задачка, над которой придется подумать. Потому что Нога Сирена против Спектры очень редко встречается. Как-то оценивать их силу довольно тяжело. Но посмотрим на скилле, сумеют ли НИП здесь оппонентов переиграть. 33-й сыграет на Брюмастере в сложной линии. И Фата с Мираной пойдут в центр. Что ж, это очень интересный драфт. Мирану пытались пикать на Дрим Лиге. Делали это в первую очередь и Волджиниус. У них это получалось очень неплохо. Ряд матчей они с этим героем выиграли, но далеко не все. ЕГЭ раньше очень любили Мирану пикать. Во времена, когда Мирана была популярной, ее пикали постоянно, Самоил. Потом, когда она перестала быть популярной, ее все равно пикали. И с фона не играл. Здесь же Мирана все-таки герой неметовый. Она очень многим персонажам в миде проигрывает. Сильнее ли она Рейзера? Будем смотреть. Да, Мирана способна прятаться от статиклинка. Вернее, не прятаться, а просто прыгать от него. Это хорошая опция на старте игры. Да и потом в дальнейшем, естественно. Посмотрим за полезностью Мираны. Так, здесь пытаются 33-го убить. Рядом есть Пепетия. Он может похилить тиммейта, но он вместо этого дает нюк в Джакира. Чтобы у того просто желание пропало нападать на Бримастера дальше. И пошел Пепеди здесь гонять очень серьезно. Просто своими нюками. По кулдауну он их бросает. Абсолютно не стесняется. Ему не важно, сколько у него там маны, сколько у него там хп. Просто посмотрите, что он делает с этой спектрой. Кулдаун безумно маленький. 4,5 секунды это очень мало. Зато ты 120 урона наносишь. Просто посмотрите, что он делает с этой спектрой. Ну, а там ведь нет фласки. Там придется либо нести себе что-то. Он еще раз запустит сейчас. В кого? В спектро? В Джакира? Да неважно в кого, он просто закидывает. Пока получается хорошо, пока гоняет. Снизу тем временем Нага Шаду Шаман против Никса или Шрака. Лишрак популярный персонаж, которого также частенько нынче используют на сложной линии. Какие-нибудь секреты-то делают регулярно. А почему бы и нет? В дабле 2 на 2 герои симпатично смотрятся. Здесь 200 на что-то из 2007. Зимова Шаду Шаман, если подставит, может пострадать. Герой очень уязвимый. Самому Лишраку здесь мало что угрожает. Никса убить также будет тяжело. И здесь сложная линия. У Гоблин Лекс, наверное, даже поинтереснее выглядит. Главное с Танами Лишраку попадать. И тогда точно будут шансы убить кого-то. В миде, тем временем, Рейзер против Мираны. 9-1, 8 на 2. Пока на равных стоят игроки. Разор персонаж, который может уйти очень рано в лес. Ему нужны стаки. С ними он быстро фармит за счет пассивки. Пассивка безумно, конечно, сильная. Так, там дабл дэмэдж, который Разор по итогу заберет. Или нет? Нет, Миран не хочет отдавать. Липы есть. За счет липов, конечно, Фата здесь руну заберет себе. Снизу тем временем. У Эйзера все хорошо. Его не напрягает. Но вот крипов он добил все равно очень мало. Лишрак больше. И Эйзеры стараются гонять. Эйз, хоть и фуловый, но реген... В не самых больших количествах у него есть наличие. Посмотрим, получится ли Эйза убивать здесь. А тем временем погибает Абаддон на верхней линии. Спектра фраг зарабатывает. Пока очень легко получилось. Доигрался здесь немного ППД. Стан мимо. Теперь уже от Никса. Лишрак не попадает станом. Никс не попадает станом. И это позволяет Саксе себя очень хорошо чувствовать. У него также реген еще в наличии есть. В миде 19.3. 15 на 2. Вот хочется посмотреть на Иной Пи против такого соперника в экстремальных условиях. Сумеют ли Найпи, в том случае, если они дадут расфармиться Спектре, дадут получить какие-то артефакты Лишраку и Разору, сумеют ли они, если что, вдруг в лейте эту игру выиграть. Потому что лейт, ну, как мне кажется, все-таки у Дайр поинтереснее. Повторюсь, по-моему, не было у нас на Дрим Лиге противостояния Спектры и Наги. Но есть ощущение, что Спектра все-таки посильнее. Ну, какой-то Радианс здесь очень здорово будет смотреться в любом случае. Если без Радианса Спектра попробуют играть, то почему нет, как вариант? Пока же Спектра крипов не очень хорошо добивает. Да, есть один фраг, но вот Бримастер мы видим 22-4. У Спектры 15 на 1. Отставание есть, оно несущественное, но тем не менее. Ну, вот как ее гонять? Уже левел 4, вторая пассивка, и не получается ее серьезно здесь пробивать. Зато получается пробивать 33-го. Тут вынужден под щитом Абаддона уходить. Возможно, Абаддон и станет уже полноценной новой мета, если еще большая часть коллективов начнет его использовать, потому что пока в основном только в Европе, да и то пара команд. Многие считают, что этому герою чего-то не хватает. Но это спорт без дизейбла. Да, он сейвит. Может быть, он под какие-то определенные пики подходит, либо против каких-то героев. С другой стороны, Пепеди его взял первым. Очень хорошо она AP фармит на первых минутах. У них гораздо лучше крипстаты. Здесь нападение на 33-го, тот 4-го уровня. Пока что Абаддон рядом, пытается спасать. Идет 33-й до конца. Неужто будут убивать спектру? Убили бы, взорвись там щит. Но щит, как мы видим, не взорвался. Не хватило там дэмэджа по нему. А 33-й рисковать не стал, под вышку не пошел. Разор, 38 на 2. Мирана 36 на 8. Ну, абсолютно одинаковые показатели. Наверное, этого стоило ожидать. И Мирана пойдет вниз. Тут уже держат Никса. Стрелу бы какую-то хорошую дать. Есть ли сетка у Наги? А у Наги нет сетки. Поэтому никакого выхода здесь больше не получится. Шадоушаман без Хикса. Сеть уже потратил. Ну, не молнией же как-то останавливать, правильно? Поэтому этот небольшой забег от Фаты был обречен на провал. Поэтому он даже не стал его совершать. Возвращается на линию. Продолжит фармить здесь. Что? Спектра. Наверстывает упущенная. Начинает уже опережать Брюмастера. Не получается вот с такой даблой что-то сделать в Спектре. Будь там условный Тайдхантер, да, он бы стоял просто рядом. Венчерс Мэшем бы по голове и в Спектре стучал. Но это Брюмастер. Он себе такого позволить не может. Параллельно идут несколько матчей в европейских квалификациях. Там Сикрет с Файнал Трайп играют. Но об этом позже, потому что на Саксу нападение совершается и Саксу очень легко убивает. Уязвимый, безусловно, герой. Два саппорта плюс Лешрак. Три таких кастера, которым очень легко саппортов вражеских убивать. Спектра остается в одиночку ставить на линии. И это, я думаю, не сильно игрока смущает. Там шестой уровень уже. С Саксу все хорошо. У Брюмастера до сих пор четвертый. Абанон от него вообще не отходит. Экспириенс постоянно ворует. И Спектра там может подключаться уже к атакам. При желании можно даже Мирану убивать через дизейблы. Их много. Нагу можно убивать. Спектра, если что, поможет. Купит себе. Интересно, будет ли покупать себе какую-то какой-то соул ринг или урну, как в Китае. Любят даже не урну, а соул ринг в первую очередь. Здесь что-то у Шаман снова погибает. 0-3 становится счет в пользу Дайр. Ну, хорошо начали. Очень хорошо начали. Будем смотреть, как на Айпи будут реагировать на этот крутой старт от их соперников. Ну, а Лишрак тем временем выходит на нижнюю линию. Вообще, пуш-потенциал крутой. То есть, вы можете пушить Спектра, если что, в драку придет, если какая-то защита вышек последует. Лишрак плюс Джакира. Лишь двух этих героев достаточно для того, чтобы говорить о том, что у команды есть пуш-потенциал. Два героя, а вышки падают скоростью света. Найпи пока играют очень пассивно, статично. Пока непонятна задумка, за счет чего они собираются выигрывать Спектру. За счет более расфармленной Наги. Да, Нага, безусловно, фармит быстрее. Тут вариантов никаких. Есть иллюзии, есть третий Рептайд. Спокойно может уходить в лес и там справляться очень быстро. Здесь настоящая Спектра, я так понимаю, да. Ловит ее Шаду Шаман. Сверху попробовали убить. Того летает вниз, но поддержки никакой. Станом даже некому было сбить Шейклы Шаду Шамана. И поэтому первый фраг достается таки команде Найпи. И самое главное, что убили именно вражеского Кора. Брюмастер. Пора ему здесь набирать какие-то вещи. Блинк, возможно, купит первым слотом. Может быть, что-то другое. Фейсбут с у Спектры. Фат тем временем. С ПТ. Думя абразбендами. Уровень 9. Ну а здесь Лешрак, как обычно делают Лешраки. Выходит просто на центральную линию. Прячься в лес и сносит вышку. Два тавара разрушена. И оба без боя. И Найпи. Наверное, готовы сейчас драться только с ультимейтом Брюмастера. Это, пожалуй, самая важная опция в драке. Без него, согласитесь, боевой мощи пока недостаточно. Нага в драках участвовать сейчас явно не хочет. Вот Слип прокачан, наконец-то. Слип это не то, чтобы способ напасть здорово. Хотя здесь можно каким-то образом попробовать. Хорошо поставить варды Шамана в драке. Хорошо дать стрелу там многосекундную. но какой-то ультимативной комбинации наподобие Дисраптор. Нага, либо Энигма. Нага здесь, конечно, не наблюдается. Значит, Слип, возможно, для атаки-то и не будет использоваться. Пока же атака без Наги, без Слипа. Неплохие шейклы ставят. Цепь на Пексу. Пексу сделать ничего не может. Погиб уже лишь Ракет. Минус два в исполнении Найпи. Отлично. Без особых трудностей. Ребята справляются с соперником. Центральную башню секретарь, это атакует. Ну и Эйс. Показывает нам, что будет играть через Монта Стайл. Хотя какие вообще варианты могут быть при игре за Нагу? Шедоу Шаман. Уже с Арканами. Шестой левел, как мы помним, есть. Он уже ультимейт использовал. Будет играть через Линзу. Но я думаю, билд на Шедоу Шаман давным-давно придуман уже. И изменять его нет никакого смысла. Это Арканы, это Линза, это Блинк, это БКБ. Ну а дальше по ситуации, в зависимости от того, что больше нужно. Какой-то Аганим, Рефрешер, либо Форстав, может быть. В общем, основа есть, а дальше придумай, что хочешь. 3-3. Счет очень спокойная, осторожная игра. Дайр явно рисковать не хотят. У них есть Спектра. Они хотят игру затягивать в лейт. Они находят Бримастера, убивают его. По итогу повели даже в счете. Выиграли немного времени. Бримастер ультимейт нажать не успел. Хотел или нет, не знаю, но... В любом случае, ему не позволили этого сделать. Из дизейбла герой банально не вышел. Фата барабаны себе купит. Усилить немного команду в драке. Не знаю, насколько барабаны здесь актуальны. Да нормально, на самом деле. Что уж я придираюсь. Хороший слот. Любопытно, что дальше будет. Покажем Лайт Шэдоу. И очень далеко заходят Дайр. Как бы они здесь не подставились. А могут подставиться здесь два героя. А как цеплять? А как цеплять, кроме как Мираной? Вот так, через хорошую стрелу. И отличный Клэп по двоим. Одного убили уже очень быстро. Дальше Буги, скорее всего, не уйдет. Сбили ультимейт там ППД. Но ловят также и Рейзера. Хорошо здесь 33-й работает. Не стесняются использовать ворды. Плохой эспас. Дальше стан. Нужна еще какая-то помощь. Нужна Мирана. Где Мирана? Вот она Мирана. И будет она здесь раздавать свои уже способности. Ловят Рейзера. Нужно обязательно его убивать команде НИП. Но какие же они битые. Спектреба хоть кого-то забрать. Фата есть. Лип он уходит. За ним пойдет Спектра до конца. Следующий лип будет очень нескоро. Да, есть последний заряд Ботла. Есть стрела. А толку? Пытается отдаться нейтралам. Не получается этого сделать. Параллельно здесь гонят еще и ППД. Ну и, как мы видим, плохо. Плохо все для НИП. Потому что они потеряли кора. Они отдали фраг Спектре. Спектра живее всех живых. И у Спектры 3000. Это минус, естественно, ППД. Так вот, Радиенс будет скоро. Ну, может быть, убьют, безусловно, здесь Никса. Но это лишь приятный бонус для НИП. Немного сгладило это. Последнюю драку. Итак, что у Лешрака. Давайте вообще вот так посмотрим артефакты. Лешрака. Будет Ротфатос. А есть уже, прошу прощения. У Рейзера, как мы видим, он также есть. Безумно популярный артефакт. Сейчас на многих героях его собирают. И правильно делают. Статы дает. Дополнительный дизейбл дает. Что еще для счастья нужно? Снизили в последнем патче немного дальность применения. Вот это, кстати, правильно. Потому что... Ну, на весь экран цеплял практически Ротфатос. Это слишком жирно. Да и артефакт все-таки не самый дорогой. Своих денег он явно стоит. Нага. Первая строчка по Нетворсу. Тут все предсказуемо. Будет собирать себе Дефьюжел Блейд. Монта Стайл откладывается немного. Яша есть. Быстро фармит Нага. Очень быстро. Быстрее спектры. Но там скоро появится Рейденс. Мы ждем для начала Сакры Трелик. 250 монет остается. Ставятся варды. Но даже с ними пока не получается разрушить Т1 вышку быстро. Стрела мимо. Атака в Рейзера. Талия Тацельну. Посмотрим. Быстро отбивают Шейк Лайя с пасом. Не получается. Здесь Розора зафок. Сид живет он и будет дальше жить. Сакса. Какой же хороший слип. Сакса нужно улетать. У Сакса нет телепорта. Его цепляет Ротфатос. Мы сдалека опять. Попытается конечно припяти как-то тиммейта подсейвить. Но. Что мы имеем. Потрачено все абсолютно. Команда НИП. Они не убили никого. И они еле убежали. Не подумайте. Я там не болею ни за кого в этой серии. Я болею за интригу. И пока интрига есть. И на ИП предрекали. Многие здесь легкую победу. На них коэффициент то был что-то в районе 1.2 в серии. 1.3 может быть. Просто сумасшедшая разница там была между командами. Так что смотрим. Восемь-восемь. Восемнадцатая минута подходит к концу. И у нас равенство полное. По всем показателям. По фарму. По киллам. Ну по опыту разве что немного впереди радиант. Как немного. В районе. Трех с половиной тысяч есть преимущество. Вот иллюзии неплохо ковыряют здесь спектру. Хотел я на это посмотреть. На спектра ведь пока без всего абсолютно. Ну то есть выживаемости нет. Это 1400 хп. И радиант до сих пор не куплен. Потом слоты начнут появляться. Там уже пойдет совсем другая история. Мирана. Дальше Блокинг Бар. Не сказать что очень много урона у персонажа сейчас. С руки имеется ввиду. Нападение от Лешрака. Он просто избивает здесь Мирану. Нужно уходить обязательно Фате. И Фата уходит. Есть два заряда Липа. И на ИП втроем сверху. Их соперник вообще события не форсирует. Они снесли три вышки. У них фармит спектра. Ей куплен Радианс. И дальше... Как видим, Блэйдмейл себе обозначил игрок. Нага, в свою очередь, вплотную приближается к Монтастайл. Ну и вот сейчас 4 на 4 сверху. При этом Нага прилететь в драку не в состоянии. Быстро нужно делать через телепорт. Это наш район, скорее всего. А спектра-то в драке поучаствует. Если что, здесь ППД очень далеко заходит. Приходится бремастеру использовать Праймал Сплит. Варды неплохие ставятся. Пытаются зафокусить именно Рейзера. Айспас великолепный. Который зонит абсолютно всех игроков НИП. Ну вот бремастер, правда, продолжает создавать хаос. Хорошие шейклы с аксой. Ну и по-прежнему не хватает урона. Спектра убивает Шадоу Шамана. Разор уходит просто на ноге. Может быть, получится хотя бы спектру убить. Бремастер серьезно здесь страдает. Он тоже погибает. Это минус 3, 3 в 0. Нага с Мираной просто уходят. Нечем больше драться. НИП проигрывает файт. Проигрывает файт абсолютно в чистую. Отдают. Сопернику 1300 золота. И соперник просто продолжает фармить. Но согласитесь, позиция отвратительная была для НИП. Здесь Никс Ассасин и Джакира Короли в подобных точках. Абаддон. Это Абаддон. У него там ничего интересного нет для того, чтобы переворачивать как-то файты. Шадоу Шаман. Ну все, что мог, он сделал. А здесь Айспас, который не позволяет вам пару секунд вообще никуда пройти. Только Мирана может перепрыгнуть. Никс Ассасин также здесь может ловить на стан чуть ли не всю команду. И позиционка ужасная была от НИП. Это нельзя не отметить. Из хороших новостей. У Наги много денег. Нага будет покупать себе Тараску. У Мираны тоже много денег. Мирана богаче, чем Спектра. И у Мираны есть Блокинг Барр. Но вот это прям суперкрутые новости. Потому что большую часть урона составляет у Гоблин Лекс именно урон магический. И Мирана сейчас просто королевой будет в драке. Джакира не опасен. Никсли Шрак не опасны. По большому счету. Разору нужно разогнаться. И все-таки Разор как-то без артефактов. Вот когда копит БКБ, там уже совсем другой разговор пойдет. Ну и Спектра пока также физического урона наносит мало. В общем, БКБ на Миране здесь может попробовать решить что-то в пользу НИП. Хотелось бы увидеть драку с этим Блокинг Варом. Ну и вот мы видим, что Мирана уже отправляется на поиски приключений. Никого, правда, не находит. Гоблин Лекс зажатый полностью. Им точно некуда торопиться. Спектра снизу. Блэдмейл не за горами. Пока всего лишь полторы тысячи здоровья. Пока Спектра убивать можно. Что дальше будет? Нага... Есть, конечно, крутой геймплей сейчас. 1.02. А вот и на Спектру нападают. Нашли ее. А куда прыгать? А куда прыгать, когда вся команда вражеская здесь? Вот это был хороший выход от НИП. Это минус Спектра. 45 секунд. И этими секундами можно попробовать воспользоваться. Хотелось сказать. Но здесь крипы. До вышки не добраться. До остальных вышек, как мы видим, не добраться. Также можно попробовать кого-то найти. Например, вот здесь сейчас Пексу. Пексу в позиции находится очень интересной. В позиции, где его можно было поймать. Но Фат немного свернул. И поэтому смерть Джекира отменяется. До поры до времени. Или Фата хочет все-таки? Фата в инвизе. Фата может себе позволить. Нужно просто попасть стрелой. Плохо получилось у Фаты. Стрелой он не попадает. И теперь Пексу просто откидывается всем, чем может. Параллельно погибает Лешрак. Но теперь нужно Фате уже бежать. И БКБ он вынужден прожимать. Вот как бывает. Это была именно вынужденная мера. Фата теперь без одной секунды БКБ. И самое главное, что предмет у него в кулдауне. Еще минуту будет. Итак, ППД. Взял себе талант на Экспириенс. Ну, этот талант здесь априори берется. Здесь нет альтернатив никаких. Ему нужно добираться до 20-го левела как можно быстрее. Ему нужно добираться до 15-го левела. Ну, 25-й я пока даже и не мечтаю. Хотя, учитывая наличие Наги и Спектры, эта игра может затянуться. Эта игра может получиться безумно долгой, где абсолютно все герои свой 25-й уровень получат. Правда ведь? ПД. Просто пошел вперед. Знает, что может себе позволить потанковать. Хорошая стрела. Пексу, видимо, про это забыл. БКБ есть у Мираны. Погибает моментально Джакира. Дальше погоня за Рейзером. Разор с БКБ. Его можно пытаться ловить. Здесь удалось. Лишаку отстанется. Разор. БКБ вынужден все-таки нажать. Теперь ТПА. Урона хватит? Физического или нет? Не хватает урона явно. С это ловят еще Никса. Это значит, что два саппорта здесь погибнут. Стрела мимо. Буги пролетает. Ну, минус два. Неплохо в исполнении НАП. Дальше можно попробовать на Рошана, может быть, зайти. С Нагой, наверное, это делается довольно легко. А без двух героев сам Бог велел. Ну и заходят. НАП. Все правильно. НАП. Забирают Рошана. Хекс. Есть. Джакира. Джакира моментально погибает. И Слип. Вот этот Слип был использован просто для того, чтобы поймать вражеских героев. А Разор, как мы помним, без БКБ. Он прожимал его в прошлой драке. 15 секунд кулдаун. Разор точно погибнет. Спектра врывается в спину. Быстро разбирается шеду шаманом. Лишак пытается наносить урон. НИКС пытается наносить урон. И пока получается это сделать. Кто-нибудь защитите Брюмастера. ППД до последнего старался спасти тиммейт. Но погиб и сам, и тиммейт его также погиб. Очень много смертей. Тут еще и буги добили. Ну вот на спектру просто внимания не обращали. Она наносила урон. Много урона. По итогу 4 в 3 обе команды заработали. Работали с этого файта немного денег. Мне безумно нравилось. Это спектра. На линии. Но вот сейчас переобувочная небольшая. Не то чтобы герой слабый. Отстал очень сильно. Безумно сильно отстал игрок. И мы видим, что отставание это уже 5000 составляет с небольшим. Это много. Это много. Это целый большой артефакт. Это какая-нибудь тараска почти. Ну ладно. 2700 здесь еще не вложенных. Ну допустим бабочка скоро. И... Ну это серьезно. Это серьезно. Потому что остальные герои как-то сильнее не становятся. Они очень пытаются. Но явно не хватает. Брюмастер мы видим уже давно отстал в плане фарма. 33-й даже блин к себе не взял. Он собирается покупать пайп. 3000 его отставания от лишрака. От... Тиммейта противника. Но не деньгами силен. Брюмастер силен он ультимейтом. Силен заработанным опытом. И найпи. Ломают и два вышку. Пойдут на хайграунд. Считают, что готовы. Ну поковыряли. Поковыряли. Добить конечно сейчас не получится. Вот так сразу. Хотя игис есть. Когда если не с ним идти в атаку. Ну и пошли на айпи ломать Т2. Стрела. Стрела. Пексу осторожнее нужно быть. Стрела мимо цели. И на айпи сносят четвертую внешнюю вышку. Осталось две снизу. Тогда придется медленно, но верно продвигаться. Ну Т1 сейчас сломают наверняка. Нужны ДПСеры какие-то. Мирана с МКБ более чем подойдет. Шадоу Шаман. Не будет играть через Блинк. Не будет играть через Блокинг Вар. Просто собирается покупать себе Аганим. Чтобы быстрее запушить. Учитывая преимущество на айпи. Это решение можно легко объяснить. Нельзя давать спектре набирать артефакты. Пока их мало, но время-то идет. Потому что Монта Стайл не за горами. А дальше какой-то слот на выживаемость. Словная Тараска. И по идее эту спектру убей. Пока же разница между ней и Нагой составляет практически какие-то баснословные 8 тысяч. И так. Айгис заканчивается. Найпи. Начинают просто ковырять Т3. Ну как ковырять? Ломать. И хорошая стрела там попадает в поле Шраку. Но так далеко давить не получится. Но тот факт, что Лишрак отстал немного от драки это очень здорово для Найпи. Они почти снесли Т3 вышку, хотела сказать. Но Катапульта делает свое дело. Отойдут или попробуют на бараке зайти? Развели на хаунд. Это очень важно. Вот, кстати, в чем хороша Нага против спектры. Если какая-то драка вдруг серьезная началась и спектр потратила хаунд ты всегда можешь команду спасти через слип. просто отойти, перегруппироваться и потом уже вернуться без хаунта. Все-таки спектра не настолько много урона нанесет. Не настолько она опасная. И это действительно может сработать. Пока же Найпи заходят бить святыню. Слип-то будет через минуту, а он будет через полторы. Там 30-секундное окно как минимум есть у Найпи. Пока же они доламывают Т2 снизу. Ну вот, 11 тысяч между командами, 9 между корами. Все деньги в Наге Сирене. Все бы ничего, если бы эту Нагу была возможность убить. А под Баддоном, учитывая наличие Light Shadow, учитывая наличие Слипа, Heart of Taras, да, у у Наги. Убить ее будет крайне тяжело. Эйс сверху. Бабочка есть. Будет брать вторую бабочку. Ну, почему бы и нет. Вот так ему захотелось. Найпи готовы, наверное, игру заканчивать прямо сейчас. Ну, вот Хаунд будет через 7 секунд, а значит, в драке ему быть. Не хватает боевой мощи Раззора. Он какой-то совсем посредственный получается. Как не посмотришь игры с этим героем, он постоянно кого-то убивает, он постоянно много фармит. Сейчас я смотрю на Раззора 1, 2, 9. Согласитесь, это явно не та статистика, с которой этот герой должен играть. Я бы скорее поверил, что такая стата была бы у Спектры. Ну, ладно, об этом позже, потому что драка началась. Пожалуйста. На этом все заканчивается. Хаунд, Слип, Инвиз ушли. Просветили, правда, Мирана. У Мирана есть Блокинг Бар. Ну и все. Погоня за Мираной продолжается. И по цветыню зачем-то идут сейчас Гоблин Лекс. Зачем? Я не совсем понимаю. Ну и можно саму Спектру на самом деле пытаться убить. Фата начинает дэмэдж раздавать, еще больше урона наносит Мирана. Раззор высасывает урон у Мирана неплохо. Нага хотел сказать. Мирана, конечно. Что-то у Шамана убили в размен на Джакира пока что. Но Эйса. Как пробивать Эйса? Вот так, кстати, пробивать Эйса очень неплохо. Но ППД сейвит. Эйс просто в погоню. Есть сетка. Ловят Рейзера. Минус Рейзер. Да уж. Все бы ничего, если бы была возможность Нагу убить. Это нереально. Фулл ХП всегда. Абсолютно. Там ППД на 17 уровне взял себе талант на лечение от Мисткойла, очевидно. Продолжает он сейвить своих тиммейтов плюс Апофиг Шилд. Начинают ломать здесь и на АП бараки. У них нет одного героя, но он появится раньше, чем Рейзера. Значит, могут быть в большинстве АП. Если Шадушиман успеет добежать, конечно, Спектра в погоню. На развороте принять ее не хотят. А АП нет, не очень хотят. Но их отогнали. Отогнали, но при этом ничего не потратили. Гоблин Лекс это, пожалуй, самые хорошие новости для них. Если бы потеряли какой-то байбэк, тогда да. шаман с аганимом, появился Рошан. Что вообще нужно? Наги еще. Да ну все. Пошел даггер. Буки. Цепляет там. Неплохо, кстати, цепляет. Мирану, Фата. Слип. Опять слип. И что делать? Попробует ли напасть на АП? Хорошая стрела, хотелось сказать. Но там Разор успевает прожать Блокинг Бар. Теперь нападение как раз таки на Нагу Сирену, которая без маны остается. Очень долго в дизейблах ее держат. Ну не пробить. Просто не хватает урона. Джакира уже погиб. Здесь пытаются Буги зафокусить. Также пытаются зафокусить Купа. И его все-таки убили. Два в ноль. Стрела мимо. А здесь Спектра остается. Остается в одиночку. И ее отсюда не отпускают. Да, она много дамажа наносит перед смертью. Да, она жила долго, но она погибла. Байбэк есть. Кстати, это из хороших новостей. Там Нага тем временем уже заходит бить хайграунд. Просто какой же урон она выписывает. Поэтому бедняги Рейзор уничтожен. Без шансов. Байбэк есть. Три байбэка прожимают одновременно Гоблин Лекс. Там Рошан уже добит. Добит же? Нет, не добит. Прошу прощения. Ну и последняя попытка от Дайр навязать борьбу, навязать драку, забрать себе Аегис вместе с Сыром. Спитера начинает бить Рошана. Стрела помощи. Ну что? Не слишком ли нагло? Стрела еще и в спектру попадает. Здесь 33-й. Не выпускает его из Дизейбла. Нужно как-то ультануть, я бы сказал. Ульта-то не было. Ульта-то не было. И только через Слип спасается этот герой. Но там два Блокингбара. Ненадолго спасается. 33-й. Живет. Заканчивается БКВ. Оба. Спектра использует свой ультимейт для того, чтобы 33-го добить. Но не получается сделать это и сейчас. Он на святыню улетел. Рошан очень битый. Спектра вместе с Разором с ним разбираются. Но приходит Нага. Приходит Нага. И не жить здесь. Разору точно. Правда у Спектры Аегис. Минус Никс. Минус Жакира. Спектра в соло. Против пятерых героев соперника. Лишрак уже на базе. Ну и теперь в пятером раскайтить ее. Нет никаких проблем. Итак. Минус все. Кроме Лишрака. Гуд гейм. Гуд гейм. Я этого ждал. Было похоже, что вот этот врыв Гоблин Лайкс это врыв последней надежды. Так оно и казалось. Слишком много они проигрывают. Байбеков не осталось. И Найпи заслуженно выигрывает первую карту. Да, Нага сильна. Я недооценил этого героя немного. Я думал против Спектры будет посложнее. Но там все-таки разница в скорости фарма слишком сказалась. Там двукратный перефарм практически был в последние минуты. Но когда было уже 8 тысяч между героями, это безумно много. И такое Спектра не выигрывает, не отыгрывает у Наги. В смысле, если у всех остальных героев все не очень хорошо. Так и получилось. И Найпи заслуженно повели в серии 1-0. Мы уйдем на перерыв. Вернемся, как только пауза закончится. Далеко не расходитесь. Комментирую для вас Морталис. Продолжим совсем скоро.